В день памяти святого Игнатия Богоносца вспомним слова, которые он говорил в своей пастве, слова, которыми он учил людей, которые к нему приходили. Не случайно слова святых включены в их изречения именно те, которые они часто произносили своим прихожанам. Так вот, Игнатий Богоносец говорил, вера и любовь, вот что храните больше всего, потому что от них всякое доброе начало, они и конец. Больше того, Игнатий Богоносец говорил, что именно от них, от веры и любви и истекают все человеческие добродетели. Какие простые, но мудрые слова. Вера – это начало всякой добродетели, она же и конец. Любовь – это то продолжение, к чему стремится человек уверовавший. Любовь все и завершит, потому что все прекратится, и надежда, и вера останется только любовь. Вот почему из веры и любви и проистекают все добродетели, которыми только и может украситься человек. Но что же за вера, на которую обращает внимание святой Игнатий Богоносец? Веру исповедует каждый христианин, хотя бы однажды в день читающий символ веры. И в третьем члене символа веры мы произносим веру в Иисуса Христа. «Нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и во человечася». Об этом сегодняшнее Евангелие от Матфея. Сегодня мы читали с вами первую главу. Во всех храмах Божьих сегодня возвещалась первая глава Евангелия от Матфея. Казалось бы, она обращена к людям той нации, к которой пришел Христос. К тем, кто отлично от других особо сопровождал свое родословие по отцу. Вот почему для кого-то, может быть, не совсем понятно, почему это Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Может ли мужчина рожать? Многие от этого уже притыкаются, кто-то отлагает эту книгу. Но родословие идет по отцу. И каждый из нас имеет отчество. И вот сегодня перечисляется длинное родословие Иисуса Христа, которое начинается с простых слов. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему ведется родословное с Авраама? Потому что первым, кто уверовал от всего сердца в Бога, был Авраам, который не пожалел даже своего сына единородного ради Бога. И вот если человек не пожалел ради Бога сына своего, тем более и Отец Небесный отдает своего единородного сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И снова мы находим подтверждение истинных слов Игнатия Богоносца. Вера – это начало всякой добродетели. Вера – это то, что помогает человеку обрести праведность и спасение. Мы с вами, дорогие, сегодня вспоминаем еще одного святого, праведного Иоанна Кронштадтского. Этот святой, который явил свою веру всем людям, и вера которого поражает и до сегодняшнего дня. Но мне сегодня хотелось сказать о том, как она ему помогала. Не надо думать, что святые – это такие небожители, о которых мы слышим, как об ангелах. И не было у них ни грехов, не было у них ни страстей. Достаточно почитать дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского. И кто читал эти дневники, а это его труд 50 лет. Вдумайтесь, человек книжку писал 50 лет. Это не так, сел, книжку написал, книжка готова. 50 лет записывал свои падения, свои пороки и как с ними бороться. Но вот к чему пришел святой праведный Иоанн. Оказывается, 50 лет прошло, а я все такой же. Борюсь, а не побеждаю. Осуждаю и обижаюсь. И он приводит в своих дневниках такие записи. Подхожу к храму, смотрю, нищий сидит. Хорошо одетый. А я про него думаю, ну надо же, ему бы работать. А он тут сидит, побирается. И потом почувствовал какую-то пустоту в душе. Господи, зачем я осудил? Зачем? Прости меня. Господи, мне же служить литургией. Мне же разве можно сейчас вот в этом состоянии приступить? Идет еще в храм, не зашел, а уже молится. Господи, прости меня. Уже осудил, уже согрешил. Как же я буду за людей-то молиться? Заходит в храм, подходит. А возле он вон там, на коврике там масло разлили, смотрительцы. Поправляли масло, разлилось. Ну, Господи, ну неужели, куда же, где же у них руки были? Ну что же это они тут красоту церковную? Сейчас вот разлили масло. И опять эта пустота духовная. Господи, да мне сейчас в алтарь заходить. Ну как же я, Господи, руки буду воздевать к тебе. Прости меня, милосердный Господи. Заходит в алтарь, падает на колени, долго молится, просит. Господи, прости меня, я в святая святых зашел с осуждением. Встал, благословенно царство, хор запел. Да так запел, что, Господи, оборачиваешься. Да что ж вы там поете так нескладно? И опять почувствовал эту пустоту. Снова на колени к престолу. Господи, прости меня, да минуты нет, чтобы не согрешил. Насколько мне нужна вера в тебя. И ты, Господи, чтобы я хоть какую-то страсть в себе за 50 лет-то поборол. А она все борет меня, и меня борет. И вот его записи, это записи 50-летней борьбы, которая победы так и не принесла, как бы при жизни, по его записям. Вот почему он пишет удивительную книгу. Моя жизнь во Христе, как Христос его спасал. Вот только именем Христовым я призывал имя Господне. И знал, что кто призовет имя Господне, спасется. Вот только Твоим именем, веруя в тебя и любя тебя, я получал вот это возвращение наполненности моей души. И вот когда он просил прощения, становился снова к престолу. Говорит, Господи, вот сейчас, вот сейчас я только имею право продолжать молитву, потому что я осудил, но чувствую в сердце, что Ты и простил меня. И молился дальше с такой ревностью, с таким рвением, что по его молитвам исцелялись не только православные иудеи, мусульмане, различные даже некрещенные люди по его вере, по его молитвам получали исцеление. И вот удивительная фраза, которая, например, в моем сердце осталась навсегда. Читая эту книгу «Моя жизнь во Христе», я искренне советую вам, дорогие, почитать эту удивительную книгу, книгу жизни и книгу записей святого праведного Иоанна Хронштадтского. Он написал такие слова. Опять же, смотрите, как у Игнатия Богоносца есть замечательная фраза, фраза его жизни, так и у Иоанна Хронштадтского есть фраза, которую можно назвать фразой его жизни. «Запомни», – писал Иоанн Хронштадтский, «стрела скорби, пущенная в сердце ближнего твоего, обязательно вонзится и в твое, ибо сказано в законе Бога, каким судом судишь, таким и судим будешь». Эту фразу часто самому себе приводил Иоанн Хронштадтский. Часто приводил ее своим прихожанам, чтобы люди не осуждали других, как развился этот грех осуждения. И тут же потом снова в дневниках пишет, зашел настоятеля осудил, зашел дьякона осудил, потому что почувствовал от него такой запах вчера выпитого вина, и уже осуждаю, уже всех осуждаю, «Господи, прости меня, потому что эта же стрела осуждения вонзится и в мое сердце, и будет уязвлять его». За что? За то, что я осуждаю других. Не судите. Снова успокаивал словами Христа свое сердце Иоанн Хронштадтский. То есть наша жизнь, это, оказывается, вся жизнь, это духовная брань, не против плоти и против крови, а против злобы духов поднебесных. Вот потому, дорогие братья и сестры, и мы попросим сегодня особенно молитв святого Игнатия Богоносца, который говорил, что именно вера есть начало всех добродетелей, и всем добродетелям конец любовь. Попросим себе крепче веры. Веры в Господа Иисуса Христа, который родился от Девы, который воплотился нас ради и ради нашего спасения. И поймем, что Бог не есть некий громодержец, который наказывает, низвергает болезни, землетрясения и морры по местам, а Он – ребенок, родившийся в пещере Вифлеема, который никого не заставляет в себя верить. Он лежит в убогой пещере, и к Нему приходят и пастухи, и мудрецы с Востока, ангелы, и даже животные, и все люди стремятся к этой Вифлеемской пещере, где лежит Бог – ребенок. Ни в какой другой религии так о Боге не говорят, даже слышать не могут о Боге – ребенке. А наш Господь, отрача младо, привечный Бог, рождается. И сегодня, и в эти дни предрождественские уже ликует небо, и церковь поет «Христос рождается, славите! Христос с небес встрящите, встречайте! Христос на земле возноситесь, славьте Господа вся земля! С праздником, дорогие! И храни всех вас, Христос, молитвами святого Игнатия, богоносца, священномученика, и святого праведного Иоанна Кронштадтского, молитвами которых да спасет и помилует нас, родившийся в Вифлееме Иудейском Христос Спаситель! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok